Добрый день, меня зовут Роман Погодин, и моя задача называется «Методы квадратичного программирования. Задача определения положения белков в составе белковых комплексов». Цель задачи по данным картам электронных плотностей белковых комплексов — определить пространственное положение белков, находящихся в их составе. И для этого мы учитываем взаимные расположения белков и белков в составе комплекса, которые формируют нам матрицу перекрытия их электронных плотностей. А также перекрытие электронных плотностей белков с данной новой картой формирует вектор перекрытий. И далее задача поиска оптимального набора позиций белков решается с помощью методов квадратичного программирования и глобальной оптимизации. Говоря о применяемых методах в данной области, в данной работе представлен генетический алгоритм поиска оптимального набора позиций. Следующая работа описывает комбинаторную оптимизацию выбора из уже предсказанного набора возможных позиций белков. Следующая работа применяет схожие с нашей методой, но для немного другой в своей постановке задачи. Применяемые методы оптимизации описаны в том числе в данной книге. Говоря о формальной постановке задачи, у нас есть n возможных позиций для каждого из n белков. Затем мы получаем матрицу перекрытий электронных плотностей позиций друг с другом и вектор перекрытий электронных плотностей белков с данной нам картой. Далее вектор решения определяет занимаемую каждым белком позицию. При этом линейное ограничение гарантирует нам, что каждый белок займет ровно одну позицию из предложенных. Однако задача в общем случае не выпукла, и первый подход к ее решению — это приближение ее выпуклой задачи. Во-первых, мы переходим от бинарных непрерывным переменным, и далее либо сдвигаем спектр матрицы, чтобы получить легко решаемую выпуклую задачу, либо переходим к полуопределенной релаксации с введением дополнительной переменной, что, однако, сильно повышает размерность нашей задачи. Другим подходом являются методы локального поиска. То есть мы рассматриваем изначально нашу исходную невыпуклую задачу и пытаемся найти ее локальный минимум. Мы снова переходим к непрерывным переменным, и для дальнейших методов находим начальную точку как решение линейной задачи, то есть учитывая только расположение белков относительно карты, но не учитывая их взаимное расположение. Затем локальный минимум ищется либо последовательным квадратичным программированием, то есть где на каждой итерации мы минимизируем в некоторой доверительной области выпуклую квадратичную аппроксимацию Лагринджиана, либо вероятностным алгоритмом отжига, где линейные ограничения, хотя они не могут непосредственно быть учтены в алгоритме, вводятся как дополнительный штраф на функцию. Критерии качества полученного решения следующие. Во-первых, это root-mean-square deviation, который оценивает то, насколько далеко атомы полученного решения от корректного ответа. Однако эта оценка подразумевает то, что мы знаем правильный ответ. Следующие две функции ошибки, это cross-correlation function и mutual information, требуют только знания карт плотностей исходных и полученных, и, соответственно, оценивают качество решения, по сути, сравнения того, насколько эти карты перекрываются. Целями эксперимента было, во-первых, оценить точность рассмотренных четырех методов, сравнить то, насколько хорошо решают методы выпуклой релаксации и методы поиска локального минимума. И далее сравнить точность решений для разных методов получения матрицы перекрытий. И, естественно, проверить, что решение задачи корректно. При этом мы считаем решение корректным, если RMSD, описанное ранее, для каждого белка не больше 10 angstrom. Далее, говоря о данных, были протестированы следующие белки, и, исходя из сравнения карт плотностей для уже заранее предсказанных положений, были получены матрицы Q и B. При этом при получении матрицы Q мы можем учитывать перекрытие белков четырьмя разными способами. Это либо считая cross-creation function для их карт плотностей, как функция, описанная ранее, в этом случае мы сравниваем объемы белков. Либо обе карты могут быть отфильтрованы фильтром Лапласа, что позволит нам сравнивать, насколько перекрываются именно контура, а не плотности белков. Ну и следующие два варианта – это когда мы сравниваем контур и объем белков в двух позициях, либо наоборот. Отсюда четыре решения. Говоря о полученных результатах, получилось, что методы поиска локального минимума решают задачу гораздо лучше, где в ячейках таблицы представлены доля правильно определенных позиций. То есть, например, вот здесь все позиции белка определились правильно. Итак, методы поиска локального минимума решили задачу гораздо лучше, например, в этих двух белках. Однако это было связано с тем, что изначальное приближение из решения линейной задачи, то есть без учета перекрытия белков, уже решало задачу не хуже. Соответственно, говоря о выводах, мы получили, что для текущих данных лучше решать задачу не методами выпуклой релаксации, однако это связано с хорошим начальным приближением, что дает нам сделать вывод о том, что даже, что никакие методы получения матрицы Q особого влияния на ответ не давали. То есть мы квадратичный член нашей задачи, по сути, не учитывали. Соответственно, говоря о следующем этапе, нам необходимо изменить характер учета перекрытий для наших белков. Спасибо.